Написала просто сообщение, сейчас я вам прочитаю. Саша, сразу видно, вы расстроены, что в прямом эфире мало людей сейчас. Для вас главное количество людей, что от этого деньги. Какую ерунду вы пишете, господи. Ну, с другой стороны, каждый думает по-своему, и каждый думает, как он сам живет, в любом случае. Что я буду вас убеждать? Ну, раз. Имеет место быть такое мнение. Саша, привет, у тебя не глючит инстаграм? Да нет. Привет из Казахстана, и вам привет из Галинжика. Так, ну, по-моему, кашка моя вся приготовилась. Бананчик там весь у нас проварился. Ой, ой, вы не представляете, какая каша. Сейчас попробую. Сейчас я еще чаек заварю. Ммм, все, отменно. Вы знаете, я еще ее посыплю корицей. Вот наша кашка вся приготовилась. Смотрите, кусочки банана. Ну, это вообще. Мы не будем сегодня рисковать и класть кашку из того, как что получилось. Мамма миа. Просто огромное количество. Интересно, я это съем или не съем? Посмотрим. Посмотрим, съем я это или не съем. Посмотрим. Сладкое. Банан берите, который уже такой спелый. Конечно, если вы положите не спелый банан, зеленый, то не будет такой сладости. Конечно, круто брать спелый банан. Ой, сейчас. Я залью сразу кастрюльку. Кастрюльку. Так, все готов, Ченка. Ой, кашка, каша какая. Так, а сейчас я чаек себе залью чаек. И мы с вами сядем и будем чаевничать. Чаевничать и кашовничать. Да, расскажите. Надо попробовать так же сварить. Из Казахстана привет. И вам. Инставистец заманал этот VPN. Доброе утро. Можно рассказать про имя Виктория. В Инстаграм все идеально. Как всегда, звук изображения. А что мне пишут девочки? Доброе утро, Александр. Друзья, всем хорошего дня. Приветствует Самара. Привет. Звук сегодня прерывается. Посмотрю в записи. Александр, здравствуйте. Хорошего всем продуктивного дня. Привет из Севастополя. Саш, доброе утро. Думаю, ремонт на кухне. Подскажи, пожалуйста, какой фирма у тебя варочная в панель? Акпа. Фирма Акпа. Сейчас я вам покажу. Вот. Акпа. Акпо. Акпо. Фирма Акпо. Так. Видите, подождите. Так. Кнопка динамик не помогает. Главное, не количество, а качество. Ладно. Инстам и пену в помощь. Да. Ну, видите, то, что-то со звуком в телеграме, не пойму. Ой, какая каша. Мы сейчас перейдем за стол, потому что там, конечно, будет удобно нам за столом. Сейчас я все это перенесу. Ой, вчера мы с мамой ходили в магазин и купили очень классный, смотрите, вот такую вот досточку декоративную. Фикс прайси купили. Очень классная. Просто мама говорит, очень красиво. Сейчас я поставлю на эту досточку чайник. Мне кажется, будет классно. Вот. Эть. Вот так. Так. Сейчас я вас перенесу, чтобы вы все видели. Сейчас, сейчас, сейчас. Переношу. Переношу. Вот так. Ой. Сейчас. И компьютер надо будет перенесать. Извините, вы там у меня покривили немножечко. Кривенько стоите, подождите. Сейчас я вас подвину. Минуточку. Мы сейчас все, ой, мы сейчас все исправим. Подождите. Привет, привет всем. Я так нос сегодня чешется. Раньше, когда пила, выпивала, всегда говорила, нос к пьянке чешется. И точно, всегда была пьянка, как чесался. Сейчас чешется, я говорю, нос чешется, ну пусть будет к чему-то хорошему. Сама себе придумываю какие-то, какие-то. Ой, приветки. Так. Спасибо большое, Сашуль. Обожаю пить спрайс. Не слышно. Ё-моё. Что же нам делать-то с вами? Я не знаю, что не слышно у кого-то. Я надеюсь, что нам скоро телеграм все сделает. И Павел Дуров что-то придумает со звуком. Потому что какая-то стала фигня со звуком в телеграмме. Я не понимаю, с чем это связано. Потому что я уже все изменила. Все, что могла изменить в настройках. Давайте попробую сейчас я в телеграмме перезайти. Подождите. Сейчас я в телеграмме перезайду. Ой. Ой. Извините. Извините. Сейчас. Давайте я перезайду. Лешка присоединился. Леша, скажи, как звук? Напиши, пожалуйста, как звук. Плохой звук? Потому что у кого-то слышно, а у кого-то нет. Привет, братику. Я брат присоединился. Удачного дня. К новостям. К новостям. Да, точно. К новостям. Леша, как звук? Все гуд. Все. Если у Лехи все гуд, значит все гуд. Спасибо. Отлично. Нет смысла перезаходить. Так. Чашечка. Чашечка. Попробуйте приготовить так кашку. Вы почувствуете. Смотрите, у кого сейчас плохой звук, пусть переключит туда-сюда с динамика на айфон. Я выкладывала видео-гид, как это сделать, у кого плохой звук. Это я еще для Телеграма говорю. Пожалуйста, переключите, и у вас все получится. Я же специально вам записала видео, как это делать в Телеграм-канале. Доброе утро, Саша. Инстаграм не работает у вас. Привет из Санкт-Петербурга. Работает. Все работает. Все слышно. Спасибо. В Телеграм есть звук. Спасибо, девчонки. Овсяная... Ой, я корицей хотела посыпать. Корицей. Овсяная каша с бананом. Ни масла не надо, ни молока. Уже такая сытность тут получается. Так, корицей посыпали. Знаете, смотрите. Красота. Каша на воде. На воде, конечно, какой на молоке. Такая сытность. Банан. И Санкт-Петербург, и Самара нас смотрят. Как приятно, девочки. Молодые люди. Вчера пришла с работы, приготовила овсяную кашу. Ах, вы какая молодец. Прекрасно. А я вчера спать легла рано, а сегодня проснулась рано. У нас сегодня была медленная тягучая йога. Так приятно. Люблю я тягучие практики, потому что ты можешь полностью отдаться процессу. Это сложно. В чем смысл тягучей практики и медленной? Ты очень долго удерживаешь одну асу, то есть одну позу. Привет, Саша, ты попробовала? Ой, я знаете, что еще купила вчера в фикс прайсе? Сейчас покажу. Сейчас я вам покажу. Ой, подождите, не так. Мне так понравилось. Там разные цвета, голубенькая роза. Смотрите, да? А почему бы нет? Давайте останемся так завтракать. Мне кажется, прикольно. Я вообще поняла, что мне такие повязки очень идут. Да, круто? Спать я легла... А сколько я легла спать? Где-то в 11. А, Саша, где сейчас завтрак? Инстаграма нет. У меня в Телеграме и в Инстаграме завтрак. Везде. Ну, прикольно. Мне очень понравился серый цвет. Там белый, голубой, розовый. И вот такой серо-розовый. Прям не подходит. Смотрите, я в серых штанишках. Моя цветовая гамма. Очень классно. Очень прикольные ушки. Так, прикольно. Каша любит масло. Да, я знаю, но совсем не хочу тут масла, потому что бананы так... Мне... Мне такие снятся сны. Написали с Нилой что-нибудь. Сны снятся... Какие-то прям... Мне фильмы... И вообще мне сейчас на этой неделе постоянно снятся сны, что я уезжаю куда-то отдыхать, и мы гуляем в разных странах. То есть вот мне вчера снился сон, то, что он в каком-то музее, в какой-то другой стране. Сегодня мне снился сон, то, что я тоже гуляла по другой стране. И везде какие-то скалы, камни, какие-то замки. То есть я понимаю, что я путешествую. Это классно. Прям здорово. Записи вчерашнего эфира не будет. Нет, удалила этот эфир. Не будет. Доброе утро. Тоже завтракаю каши, пять злаков. Сделала с тыквой грецким орехом. Носочка красивая и ушки тоже прикольные. Да, да, да. Так и есть, согласна. К поездке и к отдыху? Надеюсь. Я сегодня в Дубае была во сне. Давно не было эфира с мамой. Мамуля у меня сейчас без зубиков. Без нижних зубов. Ну, ей не комфортно просто сниматься. Не хочет она. Сейчас как поставят временные зубки, так она будет выходить. Ну, я ее понимаю. Ну, не комфортно ей. Хотя мы вчера гуляли, она не стесняется. Говорю, мама, я даже уже и не замечаю, что у тебя зубов нет. Так привыкаешь? Мама до сих пор ничего не готовит. Зато папа приготовил очень вкусное мясо. Они с удовольствием ели вчера. Ой, что-то. Какая-то бяка. С удовольствием ели вчера. А мама готовит просто картошку, кашку. И все. Приятного вам птица. Лет 10 назад не нравилась овсянка, но сейчас то же самое. Я терпеть не могла овсянку в детстве. Но сейчас... У меня нет помады на губах. Ничего нет на губах. Мои губы. Никотиновую кислоту. Спросили, пробовала ли я втирать в голову никотиновую кислоту. Купила я, значит, эту никотиновую кислоту. Стерла я ее в голову. И как меня раздуло. У меня началась такая сильная аллергия. Просто вот кроваво-красная я стала. Я так испугалась. Выпила супрастин. Поэтому больше не стираю. У меня аллергия на никотиновую кислоту. Очень классно. Почему не сохранила вчера эфир? Ну, я же не люблю негатив. Я вообще не люблю нигде негатив. Поэтому я даже отказываюсь его пускать в свои страницы. Я увидела какой-то негатив. Зачем мне это надо? Я удаляю. Я считаю, что нужно уважать друг друга. Ну, конечно, прежде всего. Так же можно сидеть на странице, смотреть человека, к которому негативно относятся. Ну, я не считаю нужным. Поэтому люди высказались, написали все, что думали. Ну, скорее всего, отписались. Ну, и хорошо. Брови отрастила. Отрастить брови, не щипать их. Вот это самый лучший способ. От кого отписалась? У меня ни от кого не отписывалась. Я говорю, от меня отписались те, кто не хотел, там, что-то не понравилось, негативили. Я говорю, отписались и хорошо. Я тут при чем? Я ни от кого не отписываюсь. Я всех люблю. Ребят, а вы знаете, это обманка, что ее много. Она вот такая пышная. Вы посмотрите, какая она. Какая она. Это помните, как в детстве. Помните, как в детстве. Открываем, открываем, открываем ротик. Самолетик полетел. Самолетик, самолетик. Открываются ворота, самолетик. Как в ребенок. Я маму всегда оплевывала едой, всегда оплевывала едой, когда она меня кормила. Она говорит, Саша, ты вообще не хотела есть. Причем я была полненьким ребенком, практически не ела ничего. Я вот вчера сидела и думала, а чего, интересно, дети, почему маленькие дети не хотят есть? Казалось бы, они растут. Но вот очень часто маленькие дети плохо едят. Даже мама по этому поводу... Все мамы по этому поводу переживают, что она плохо ест. Почему, интересно, странно. А, вот тут кто-то написал, привет, Сашуль, я тоже с утра линьевую овсянку с курагой поела. Ну, приятного вам аппетитика. Вы вечный ребенок. Ну, да, я, наверное, останусь с вечным ребенком. Я уже с этим смирилась. Я раньше думала, что нужно как-то себя держать и так далее. А сегодня я понимаю, ну, ребенок я. Ну, что теперь делать? Ну, я не хочу, собственно. Я не хочу. Себя менять. Вот как чувствую, так и живу. Ну, да. Маска супер одна. Всю жизнь ее стираю. Репейное масло, желток, коньяк, мед. Это просто бомба. Волосы просто огонь. А скажите мне, пожалуйста, вы втираете ее в корни и наносите ли вы ее на длину? Я тоже делала эту маску, но она мне почему-то сушит волосы. Такие сухие волосы после этой маски. Хотя ее везде рекомендуют и говорят, что она действительно огонь. У меня на завтрак овсянка с бананом. На уроке труда нас учили варить манную кашу. Каша получала, что даже ложка стояла в каше. Нас заперли в кабинете, чтобы кашу мы эту съели. А мы кушать не стали, гадости эту. По карманам распихали и все. По карманам. Ребят, как я ненавидела манную кашу. Мама меня кормила манной кашей. Она постоянно ее варила. Я вот до сих пор помню, как ты вот эту какую-то жуткую слизкую массу глотаешь. Она как еще с пузырьками или с какими-то, с каким-то там, с фракциями. Это было так неприятно. И все. И в какой-то момент я просто перестала ее есть, потому что мама перестала меня заставлять ее есть. Это просто до тошноты эти каши были. Да, некоторых прям детей заставляют. Саш, вы молочные продукты, кефир и творожки не употребляете совсем? Совсем не употребляю. Нет, не употребляю. А то я употребляю сыр. Встала, есть. Очень классная маска для волос с корицей и красным перцем. Волосы стали расти, мягкие, шелковистые. Рекомендую. Вы знаете, это очень опасно, потому что корица, кстати, корица тоже разогревающий компонент. А красный перец тоже не каждому можно, потому что можно себе луковицу убить. Вот чем страшны эти маски? Я тоже раньше, ой, как здорово, масочка для волос. То, что есть, то и намазала. А бывает такое, что человек, вот самое страшное, навредить волосяной луковице этими масками. Вот это самое страшное. Потому что очень часто использовать ее нельзя. Потому что это жжет, это же сжигает. Если ты передержишь, у тебя выжжет корень. Просто я с этим столкнулась, когда я была блондинкой и делала два раза ботокс для волос. Ботокс для волос. Оказалось, что ботокс для волос очень высушивает волосы. И у меня же пропали кудряшки после ботокса. Когда я была блондинкой, у меня не было этой волны, какая сейчас, здоровая, то есть у меня блеск на волосах. Конечно, такого не было. Поэтому мне выжгли, мне выжигали. У меня структура волоса на три года изменилась. У меня не было кудряшек. Кудри появились только, когда я покрасилась брюнетку. А в блондинку я была пакля, потому что у меня и так сухие волосы становятся. О, и снова здравствуйте, вуаля. Мы снова вместе. Саш, ты правильно говоришь. Спасибо. Ребят, а в итоге-то за милую душу уговорила кашу лучший завтрак на данный момент. Я говорю, я всегда меняю. Я могу есть неделями сыр с медом, потом я буду есть печенье, потом я буду есть кашу. То есть я люблю менять. Потом какие-нибудь кексики я себе делаю. Яичницы. Ой, класс. Это вкусно. Это было очень вкусно. Так, а я сейчас еду на работу. В 12 часах еду в Кабардинку. У меня сегодня утром работа, ну и вечером. У нас репетиция, репетиция, репетиция. Но вообще ребята у меня, конечно, молодцы. Кто не знает, я работаю педагогом актерского мастерства. И ставлю сейчас сценки подросткам. Я работаю с подростками. У нас концерт будет в конце марта. Приезжают родители. И они все у меня учат. Все получается, все запоминают. Ну, вообще здорово. Все хорошо. Ребята, какой нужно VPN скачать, чтобы инстаработала? Попробуйте разные, потому что их блокируют каждый день. Поэтому пробуйте разные VPN. Меня вообще в детстве можно было заставить есть. Я тоже не люблю манную кашу. Да. Саша, что с вашей программой? Стесняюсь спросить. Больше нет этой программы, потому что, к сожалению, больше некого спрашивать. Я же сотрудничала с Силайфом, с клиник. И все специалисты, которые были, мы уже всех опросили. А больше специалистов нет. Поэтому она такая как-то у нас заглохла. Потому что ведь не все же будут сниматься. Много очень специалистов, но не каждый будет говорить. Все-таки специалисты нужны такой, чтобы он и разговаривал, и вам было интересно. Пока такого нет. Вот и так вот получилось. Но зато мы сняли отличные выпуски. Я вообще считаю, что все, что не делается, все к лучшему. Вот абсолютно все, что не делается, все к лучшему. Я обычно в овсяную кашу тру, сверху банан. А ты прямо в кипящую кашку надо. Попробуйте. Это несравнимое ощущение. Все горячее, и банан дает вот эту клейковину невероятную. И так клейковина есть в овсянке. Но банан дает невероятную. Почему скрывается, что делали блефора? Это что? Блефора. А, это вот это, что ли? Вот тут подрезать? Да вы чего? Когда-то я делала блефора. Я в эфире каждый день. Если бы я делала блефор, я как минимум должна была на месяцок пропасть из виду. Согласна, согласна. О, все, инстаграм вернулся. Если бы я делала блефор, я должна была как минимум на месяц пропасть из виду. А я уже на протяжении с 13 года максимум на 4 дня пропадала из виду. Поэтому какая блефора? Ну, вы посмотрите в мою ленту. Чего я его обманывала? Вы постоянно хотите ложь какую-то увидеть? Да что такое? Эфир завис. Да, он зависает. Саша всегда слушала, но никогда не спрашивала. А так интересно ваше мнение. Имя Дана. Скажите, пожалуйста. А, у меня там Виктория тоже спрашивали имя. Виктория, Вика, Вика, Вика. Вика, Вика. Сейчас я просто у меня девочка спрашивала, поэтому сейчас. Сейчас, секунду. Виктория деловая. Виктория властная. Она любит подчинять, чтобы ее слушались. Виктория такая безоперационная женщина, острая очень женщина. Она может поругаться, постоять за себя. Она такая прям, ух, прям баба-баба прям, Виктория. А Дана, 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 Дана. Дана почему-то у меня идет ассоциация гладкость. То есть Дана, она очень, вот она женщина. Вот она, она такая нежная. Вот она, она вот такая женственная. Она будет окутывать. Она прекрасная жена. Она вот тихая, спокойная, ну прям вот кроткая. Кроткая, ну прекрасная. Вот. Так что так. И последнее имя Марина. Все, Марина. Давайте последнее имя, по три имени. Марина. Ой, Марина это... Ой, Марины. Лицемерные Марины. Они будут себе тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. А за спиной говорят, что ты сука. То есть это вот прям Марина. Это то, что я знаю, ребят. Марина могут в драку лезть. Марина такие, вот за себя тоже такая женщина-бэмс. Они яркие, Марина. У них всегда почему-то большая грудь у Марин. У Марин большая грудь. Всегда купаются во внимании мужчины, эти Марины. Вот они такие. Они могут курить. Они такие все тоже вальяжные. Кстати, Марина и Оля чем-то похожи очень вместе. Марина и Оля. Так, Марина и Оля. Да. Ну, вот такая вот Марина. Мне с Маринами не по пути, это точно. Я с Маринами не дружу. Так, а про мужские тоже. Давайте лучше... Давайте лучше сейчас про мужские имена. Это же интересно. Давайте мужские имена. Давайте мужские, не женские. Про мужские имена. Если есть мужское имя, давайте. Миша. Миша, отличное имя. Миша, как правило, будет такой склонный к полноте. Миша. Сейчас, секунду, секунду, давайте я сейчас говорю, подождите. Миша склонный к полноте, улыбчивый, задорный, веселый, с чувством юмора, такой компанейский, житейский. Но, ну вот он такой, вот на Мишу сложно положиться, потому что он может сказать забыть, он может пообещать не сделать, он будет говорить, да-да-да, сам будет делать, нет-нет-нет, вот такой Мишка. Вот он такой, как Мишутка, понимаете, вот есть медведь Мишутка, бу-бу-бу-бу, но он такой, он не быстрый, такой, ну, за Мишу замуж бы я не вышла. Так, дальше смотрю, там написали Михаил, а, это все было, ага, Андрей. Привет, Андрей. Ох, Андрей, ребята. Андрей, мне всегда не везло с Андреями, бабники дикие, любят тусовки, на первом месте друзья у Андрея, всегда много девушек вокруг него, могут изменять гулящие натуры, вот такие гулящие, летящие, как выпьет, так и пойдет, вот в рай, да, душа понеслась. Это Андрюхи, ну, вот как, ну, он не семьянин, Андрюхи не семьянины, он всегда будет смотреть налево, даже если он ничего делать не будет, он будет смотреть налево, природа у него такая, и плюс ко всему, он всегда будет ходить к друзьям, они будут на первом месте. Игорь, Игорь, ой, Игорь, какие сложные ты, Игорь, у них больное самолюбие у Игоря, они как дети порой себя ведут, они обидчивые Игоря, они очень мягкотелые Игоря, хотя Игоря прекрасно работают, прекрасные работники зарабатывают деньги, к ним деньги идут, но вот они сами себя, они самоеды дикие, они неуверенные в себе, то есть у них столько этих тараканов у Игоря, но они хорошие семьянины, они любят детей, это у них, конечно, есть. И знаете, что еще черта Игоря какая? Они не могут работать на кого-то, им нужно работать только на себя, потому что они не могут, когда ими командуют, поскольку у них вот этих очень много комплексов внутри, они не могут, чтобы на них накричали, то есть они с ума сойдут, они убьют просто, они сразу прям бам-бам и в драку, ну то есть вот такая вот история. Павел, 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 Паша, Паша это имя, значит, почему-то у меня Паша это честный, порядочный, любящий, скромный, тихий, ну вот такой, он не лидер, Паша, он не будет как-то лезть прям вот из кожи вон, чтобы понравиться, нет, вот он хороший, хороший, и он мужик, Пашка, вот мужик, внутренний мужик. Так, Иван, ах, Ванюша, Иван, сейчас Ивана, 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 Ивана. Иваны очень светлые, вот почему-то Иван, это вообще русское имя, и вот они, как правило, у них очень светлое и доброе лицо, миловидное, он не красавчик, Иван, но вот он, вот ты смотришь в его глаза, и ты теплом питаешься, они чистые какие-то, Ваньки, и очень наивные, простые, простые, чистые. Иногда они страдают из-за того, что они такие наивные, такие добрые по отношению к людям, и могут им причинить боль. Так, Олег, ох, 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 Олег, ох, ребятки, Олег, Олег, хочу вам сказать так, подождите, не пишите, ну я же не успеваю, вот я же говорю, а вы пишите, а потом говорите, а почему не назвали? Ну, блин, ну не пишите. Олег. Олег душа компании, может быть, Олег будет смеяться, хохотать, гоготать, он такой будет громкий этот Олег, Олег. Также у него будут такие немножко бандитские наклонности, он будет такой типа из 90-х, вот эти все Олеги, они такие кози-бози-азю-зю, немножко такие, ну что там, на блатнике, вот Олеги, они такие блатные немного. Из другого мира у Олега всегда есть деньги, Олег крутится, спекулирует, что-то делает такое, вот непонятно, откуда у него деньги берутся, могут какие-то такими делишками черными промышлять и так далее. Вот это Олеги, и он, кстати, единственное, что Олеги могут бить свою женщину, могут поднимать руку, истраивать жуткие скандалы, Олеги гулящие, обожают женщин просто. Причем они, как правило, не имеют такого чувства любви, они не могут любить женщину, потому что они больше всего любят самого себя. И в то же время Олеги могут быть очень жадными, бывает такое, ну вот такое. Так, Серега, последнее имя, Серега. Сережа. Ой, Сережа, это в тихом ом, как и Оля. Вот Оля и Сережа очень схожи, только та девушка, тот мужчина. Сережа в тихом ом эти черти водятся. То есть со стороны на Сереж ты смотришь, думаешь, какой прекрасный парень, ну какой мужчина, как любит свою жену. А то, что там происходит за закрытой дверью, даже представить, он может бить свою жену, он может пить алкоголь и в пьяном состоянии совершать жуткие вещи. Он может изменять свою жену, когда в жизни подумаешь, что Сережа тебе изменяет, да ладно, он же просто. Потом Сережа, он может к детям плохо относиться, к своим детям может плохо относиться. Вот знаете, у Сережи может быть, если двое детей в семье, Сережа может одного не любить ребенка, а второго любить. У него свое вообще восприятие этого мира, любви, вообще свое. Вот он какой-то, Сережи могут быть полуношниками очень сильными, они могут вообще, ночные работы у них могут быть. Они работяги, вот единственное, что они работяги. Творческая жилка у них может быть развита. Да, поэтому так. Ну, ни одно не подходит вообще. Неужели мы это слушаем? А чего вы это слушаете-то? Если вам не нравится, уходите. При Сереже прямо в точку. Ой, ну серьезно, ну бить и обижать может для любого... В смысле любой мужик? Бить может любой мужик? Ну, я тогда не знаю, с каким мужчиной вы общаетесь. Это опять же ваше мнение. Если для вас любой мужик может бить, тогда вообще что же для вас мужчина? Я считаю, что тот, кто бьет, это уже не мужик. Просто это чудовище. Это зверь. Это не мужик. Он теряет тут же свое... Это мое мнение. Я к этому очень отношусь. Господи, кто же ведется на ее ахинею? Ой, Нату, Натусик. Да и вас исключаю, чтобы только вот не слушали вы мою ахинею. Все же понимают прекрасно, что я могу ошибаться, я говорю из собственного опыта. И все. Все, закончили имена. А у меня немножечко будет пастилы. О, вот это вам бы вкусно вкусно. Она твердая, но вкусно. Все, все, закончили. Какой чат для общения? Про Сергею в точку. И вам всем хорошего денечки. Такое, значит, я вам рассказываю. Когда я была маленькая, я всегда говорила, что у меня муж должен быть Сережа. обожала это имя. А дочку я хотела назвать Оля. Это мне было лет 8. Сегодня, конечно, все поменялось. Я не знаю, какое имя должно быть мое. Вообще не думаю об этом. Бесконечно. Ребята, пастилу ем каждый день. Не могу от нее оторваться. Да, с чаем. Я люблю есть много утром. Потому что мне нужны силы. Да, какая разница, какое имя, чтобы это вот человек был хороший. Я вот тоже так считаю. Что это фигня с именами? Александра, красивое имя. Пятерки? Пятерки покупаю такую пастилу. По каким дням работаю? По всем, кроме воскресенья. Воскресенье, выходной. Желтую шапочку надень на работу. Животные жиры. Саша всех научила кушать пастилу. Даже мама стала ее есть. Удобнее кусать, возможно, передними. Но у кого свои, можно кусать. У кого виниры, я как отрезаю. То есть я не шатаю, чтобы они не выпали. Красную рыбку. А, кстати, а в пятерке у нас нет красной рыбы. Все разобрали. Пусто. Там нет никакой начинки. Там только белок и яблоко. А я все съела. Куда все помещается? В меня. В меня. Мальчик, если бы был бы. Я бы с мужем посоветовалась. Я бы с мужем посоветовалась. Поэтому, Женек, если ты меня смотришь, приходи. Посоветуемся. Какое имя дать нашему малышу? Не знаю. Я не думаю об этом. Ужасный завтрак не про здоровье? Вы считаете, что овсянка с бананом – это не про здоровье? А вы, наверное, с другой планеты. Интересно. Оказывается, овсянка – одна из самых полезных круп. Банан – это калий для нашего настроения. Суперуглевод. Ты спортсмен на бананах. Может, у вас хотят новая диета? Расскажите. Но я не в курсе. Мне Александр нравится и Марк. Обожаю эти имена. А, жулись белками? Ну, ладно. Я поняла вас. Значит, я – это по-вашему, не про здоровье. Это по-вашему мнению. А врачи говорят обратное, что я здорова. Я им верю. Как лунтик в этой повязке. О, что? Я наелась. Вот, я люблю наедаться. Сейчас посижу, переварю. Я поеду на йогу. Опять все, как говорится, растрачиваю. Я вот худеть не хочу. Мне вот все очень важно, потому что мне нужна сила. А если похудею, мышцы все похудеют, а это делать нельзя. У меня сынишка Святослав. Ну, все, милые мои, спасибо большое, что были со мной. Хорошего вам дня. Пусть у вас все сегодня сбудется. Улыбайтесь. У вас будет сегодня прекрасное, чудесное настроение. Люблю. Сыною.